Такая разная победа! Постфактум о саммите ЕС и плане Б для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский все же не остался без рождественского подарка от Евросоюза. На минувшей неделе лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины в европейское сообщество. В Киеве по этому поводу уже успели провозгласить перемогу. Однако с подарком вышел некоторый казус. Под красивой оберткой оказалось пусто. Обещанные 50 миллиардов евро для Украины так и не вложили. К тому же Киеву напомнили, что ЕС еще очень далек от приема Украины в сообщество. Западные СМИ пишут о горькой неделе разочарований для Зеленского, а в Киеве тем временем готовят некий план Б на случай остановки финансовой помощи. Пока Орбан вышел за кофе. Как ЕС удалось включить зеленый свет для Киева? Накануне саммита ЕС три страны – Венгрия, Словакия и Австрия – высказывались против принятия Украины в европейское сообщество. Одним из самых ярых противников членства Украины в ЕС является Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно выступал против того, чтобы на саммите ЕС в декабре обсуждался вопрос о начале переговоров с Украиной. Премьер также заявлял, что в Евросоюзе нет консенсуса по поводу присоединения Украины к сообществу. По словам Орбана, Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире. При этом он назвал ложью отчетки Варкомиссии о том, что Киев уже выполнил четыре из семи предварительных условий, выдвинутых Брюсселем для вступления в ЕС. Орбан также предложил вместо переговоров о присоединении заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве Украины и ЕС, повысив уровень сотрудничества. Перед саммитом канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. По его мнению, не следует отдавать Украине предпочтение перед Боснией-Герцеговиной, которая также ведет переговоры о вступлении в объединение. Против переговоров о вступлении Украины в ЕС выступали и в Словакии. Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Керри заявил известием, что Украина не готова к данным переговорам. Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии, заявил парламентарий. Однако 14 декабря в Брюсселе все же приняли решение начать переговоры о присоединении Украины, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Примечательно, что премьер Венгрии демонстративно покинул зал заседания перед голосованием. Позже СМИ писали, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти попить кофе, чтобы остальные могли проголосовать. По другой версии, пропустить голосование Орбану предложила премьер-министр Италии Джорджа Мелани. Как бы там ни было, венгерский премьер отказался от своей угрозы наложить вето на решение по Украине. Объясняя свое решение, Орбан заявил, что данное голосование фактически ничего не решает. У Будапешта еще будет 75 возможностей, чтобы заблокировать переговоры о присоединении Украины к ЕС. Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерские. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против. Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс, сказал Орбан. Голосованием по Украине с иронией прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее уникальной практикой. Это, наверное, все-таки дело ЕС, отношение Венгрии с Еврокомиссией. Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ, а скажем так, практики принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствии кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это уникальная практика, сказал Песков. С другой стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон Дерляйен не скрывала радости. По ее мнению, решение, принятое на саммите, является стратегическим. Новое расширение ЕС станет инвестицией в стабильность, в безопасность, в процветание. А это большая инвестиция в демократию в Европе, которая будет сильна и едина, заявила фон Дерляйен. В свою очередь, президент Франции Мануэль Макрон не склонен торопить события. По его мнению, ЕС еще очень далек от присоединения Украины. Мы очень далеки от приема Украины. Любое присоединение новых стран потребует глубокого реформирования наших правил, сказал французский лидер. На удивление, трезвый взгляд на вещи продемонстрировала премьер Эстонии Кая Калас, чья страна активно поддерживает Киев на международной арене, в том числе в интеграционных вопросах. По словам премьера, Украине для начала предстоит осуществить множество реформ, поэтому начало переговоров о вступлении Украины в ЕС будет сопряжено именно с реформами, а не с представлением в стране о гарантии безопасности. Конечно, Украине предстоит проделать множество реформ, как должны были мы при вступлении в ЕС, сказала Калас. Премьер-министр Финляндии Петри Орпа обратил внимание, что решение ЕС не дает никаких гарантий по срокам вступления Украины в европейское сообщество. Киеву придется приложить серьезные усилия, чтобы стать членом ЕС. Премьер Словакии Роберт Фитца считает, что решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС переоценивают. Фитца отметил, что это политический жест, и Украина еще должна показать, что она соответствует необходимым критериям для членства в Евросоюзе. Если этого не произойдет, то переговорный процесс может быть полностью остановлен. Зеленский приветствовал решение ЕС о начале переговоров по вступлению как победу Украины. Победа всей Европы, победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет, заявил украинский президент. Примечательно, что 14 декабря Зеленский лично прибыл с необъявленным визитом в Германию. Однако саммит ЕС он не посетил. Как отмечало издание «Политика», визит в Брюссель был отменен, поскольку исход мероприятия оставался не ясен. Денег нет. Зачем Киеву план «Б»? Во время саммита ЕС было рассмотрено еще одно важное решение о выделении Украине 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. На этот раз Орбан решил не устраивать кофе-пауз и заблокировал выделение финансовых средств Киеву. «Деньги венгров Украине отданы не будут», — приводит слова премьера ТАСС. Орбан пояснил, что, по его мнению, в бюджете сообщества в настоящее время нет денег на долгосрочную помощь Украине. «Мне пришлось наложить вето на эти 50 миллиардов для Украины и соответствующую поправку к бюджету. У них не было выбора, кроме как признать это», — сказал Орбан. Он сообщил, что Евросоюз где-то в феврале вернется к рассмотрению вопроса о поправках в свой бюджет и оказанию финансовой помощи Украине. Но если будет принято неправильное решение, Венгрия его вновь заблокирует. По его словам, он ясно дал понять, что финансовые последствия этого решения венгры оплачивать не будут. При необходимости Венгрия применит ручной тормоз. В этом нет никаких сомнений, подчеркнул премьер. Орбан добавил, что если другие страны ЕС хотят идти в неправильном направлении, то самое большое, что может сделать Венгрия, это предупредить их об этом. Глава Евросоюза Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС еще раз обсудят в отделении Украине 50 миллиардов евро на внеочередном саммите в январе. «Мы все еще способны иметь единогласные решения. Это всегда сложно, но сейчас мы добились почти единодушия, поддержки всех, кроме одного голоса», – заявил Мишель. К слову о единогласии. Как отмечает Вашингтон-Пост, отсутствие консенсуса в вопросе финансирования Украины демонстрирует раскол внутри Евросоюза. Кроме этого возникает вопрос о готовности западных союзников Киева оказывать помощь столько, сколько потребуется. Тем временем советник президента Украины по экономике Олег Устенко заявил, что у Киева имеется план «Б» на случай остановки финансовой помощи со стороны Запада. «Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану «Б». План «Б» может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», – цитирует Устенко «Страна». Советник Зеленского считает, что властям удастся вырулить ситуацию на протяжении января. Устенко уверен, что в конечном итоге деньги будут. Согласно планам Еврокомиссии, из суммы в 50 миллиардов евро для Украины, 33 миллиарда евро планировалось предоставить в виде кредитов и 17 миллиардов евро в виде грантов. В бюджете ЕС нет достаточных средств на эту программу. Поэтому Еврокомиссия предложила странам сообщества для финансирования этой программы внести дополнительные взносы в бюджет ЕС, что не вызвало никакого энтузиазма у стран ЕС, отмечает ТАСС. Ранее Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан в интервью агентству Reuters сообщил, что администрация США запросила у Евросоюза программу долгосрочного финансирования Украины в 50 миллиардов евро еще весной 2023 года, мотивировав это необходимостью создать для Белого дома условия, чтобы оказать давление на Конгресс США и добиться от него, по примеру Евросоюза, выделения дополнительных средств Киеву из американского бюджета. По официальным данным Еврокомиссии, с начала конфликта в Украине ЕС в общей сложности предоставила Киеву разные виды помощи на 83,5 миллиардов евро. Еще полтора миллиарда евро должны быть перечислены до конца декабря. Деньги или символическая победа? Что важнее для Зеленского? Пока в Киеве еще пытаются делать хорошую мину при плохой игре, на Западе пребывают в унынии от перспектив Украины, как в военном, так и в финансовом плане. У Зеленского была поистине ужасная неделя, сообщил американский телеканал CNN. Его команда провозгласила символическую победу на фоне решения о начале переговоров по вступлению в ЕС. Но для фактического членства в ЕС война должна закончиться, и она должна закончиться тем, что Украина останется жизнеспособной нацией. Ни одна из этих вещей в настоящее время не гарантирована. Украина сталкивается с финансовой катастрофой, отмечает CNN. С одной стороны, блокировка Венгрии финансовой помощи от ЕС. С другой стороны, сокращение американского финансирования. Даже если Вашингтону удастся возобновить финансирование в начале следующего года, это уже нанесет ущерб Украине, отмечает CNN. Примерно в таком же духе рассуждает и британская газета Financial Times, которая назвала прошедшую неделю для Зеленского, горькой и разочаровывающей. Издание отмечает, что Киеву так и не удалось добиться долгосрочной финансовой помощи от США и ЕС. В последние месяцы обещания помощи иссякли. Для финансирования бюджета Киеву, возможно, придется вернуться к печатанию денег, что поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность, говорится в статье. При этом издание отмечает, что процесс переговоров о вступлении в ЕС может длиться годами, а также может быть заблокирован любой из стран сообщества. Источник Financial Times сообщает, что во время переговоров с союзниками Зеленский заявил, что для него важнее начало переговоров о членстве в ЕС, нежели о выделении финансирования. И это вполне объяснимо. По мере затягивания конфликта, неудач на фронте, а также снижения поддержки со стороны Запада, внутри самой Украины активизировались политические силы, которые готовы бросить вызов Зеленскому и побороться за власть. Поэтому для президента Украины зеленый свет со стороны Брюсселя означал бы политическую поддержку, и Зеленский ее получил. Это позволит ему укрепить позиции и некоторое время удерживать контроль на внутриполитическом поле страны. Для самой же Украины решение ЕС никакой практической пользы не несет. Во время саммита речь шла не о присоединении к Евросоюзу, а лишь о начале переговорного процесса. И как показывает практика, такие процессы длятся годами. Никаких гарантий, что Украина станет членом ЕС, нет. Летом страны ЕС отвергли предложение главы Евросоюза гарантировать Украине вступление в сообщество до 2030 года. И заявления европейских лидеров, в том числе Макрона, лишь подтверждают, что вступление в Евросоюз для Украины весьма отдаленная перспектива. Так, существует мнение, что Евросоюз вообще больше не будет расширяться. Руководство ЕС не ставит под вопрос разумность или вероятность расширения, по крайней мере на публике. Но в личных разговорах некоторые наиболее опытные европейские чиновники утверждают, что она может никогда не произойти, отмечает в своей статье для Financial Times глава Центра европейских реформ в Лондоне Шарль Грант. Таким образом, принятое на саммите ЕС решение по Украине можно назвать победой лично Зеленского. К Украине это не имеет никакого отношения. Украинское издание «Страна» отмечает, что страны ЕС, одобрив переговоры с Украиной, сделали символический шаг, чтобы поддержать боевой дух в украинском обществе. Однако практическое значение данного шага не очень велико. Пока идет война, вступление Украины в ЕС не произойдет точно. И только после ее окончания, при этом остается еще открытым вопрос, как, когда и на каких условиях она закончится, начнется реальный переговорный процесс. И в Европе уже предупреждают, что он будет непростым и займет долгие годы. Проявившиеся в последнее время проблемы в отношениях со странами Восточной Европы, протесты аграриев и перевозчиков показывают, что условия многие нынешние страны, члены ЕС, для Украины могут выставлять жесткие, сообщает «Страна». Издание также отмечает, что на отношения между Украиной и ЕС будут влиять изменения на фронте. В случае военных неудач переговоры с высокой долей вероятности будут заморожены. Соответственно, успехи ВСУ или окончания конфликта путем заморозки по линии фронта будут способствовать переговорному процессу. То есть ситуация на поле боя есть и будет ключевым фактором, который влияет на перспективу Украины в ЕС, констатирует издание.